За двойное убийство 18 лет строгого режима. Такой приговор вынесут жителю Тверской области, 54-летнему Сергею Воронину. Как выяснили следствия и суд, Воронин проживал в Александровском районе и подрабатывал на стройках. На одной из них будущий убийца познакомился с 38-летним местным жителем. Тот пригласил Воронина в гости, мужчины выпили, а дальше завязалась ссора, и Сергей Воронин взялся за нож. Ранение для хозяина дома оказалось смертельным. Чтобы замести следы, мужчина зарезал и сожительницу своего знакомого. Теперь следующие 18 лет убийца проведет в колонии строгого режима. Погибли на дороге. Печально известная трасса М7 вновь унесла жизни людей. Водитель Hyundai Elantra врезался в стоячий грузовик MAN. ДТП произошло в Собинском районе. В легковушке погибли 39-летняя женщина и 45-летний мужчина, оба из Нижегородской области. Еще один пассажир был госпитализирован с тяжелыми травмами. Предварительно виновным ДТП признали водителя легковушки. В момент аварии фура остановилась для поворота налево. Пьяный водитель сбил двух женщин с колясками. ДТП произошло во Владимире на улице Комиссарова. 47-летний водитель семерки сбил пешеходов на нерегулируемом переходе. Мужчина за рулем был пьян. 36-летняя женщина, ее сын, а также бабушка с внуком с ушибами отправлены на лечение амбулаторно. Случаев заболевания гриппом не выявлено, а эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ во регионе пока не превышен. Об этом сообщает Роспотребнадзор. За минувшую неделю в больницу обратилось около 2,5 тысяч человек. Большая часть из них дети. Медики напоминают, грипп и ОРВИ надо предупреждать. Вакцина особенно рекомендуется детям от 6 месяцев, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями. За прививкой необходимо обратиться к участковому врачу или терапевту. Вакцина бесплатная. А вы не хотите хлеба из будущего? Активисты федерального проекта «Знак качества» прошли с ревизией по сетевым магазинам Владимира. В одном из них общественники нашли хлеб из будущего, но упаковки на месте даты. Производство стояла дата следующего дня. В ходе проверки активисты нашли в магазинах также гнилые овощи, фрукты, а сливочное масло общественники отправили на экспертизу. Если продукт не будет соответствовать ГОСТу, к ревизии подключится Роспотребнадзор. Памятник Ивану Грозному появится в Александрове. На всю страну это будет лишь второй монумент самодержавцу. Напомню, первый памятник открыли накануне в Орле. Однако Александровский монумент будет реалистичнее, заверили в администрации района. Скульптура будет три метра в высоту, а увековечит Ивана Грозного между улицами Первомайская и Красной молодежи. Открытие монумента ожидается в День народного единства 4 ноября.